установлено наш сайт готов но вот смотрите я вам прям от и до показал движок ворпресс он обновился и он стал очень крутым без знания программирования в течение 10 минут и благодаря визуальному редактору вы все это можете сделать изображение аудио абзац заголовок галерею список приветствую вас уважаемые ученики с вами стас быков и сегодня мы будем создавать сайт для моего личного проекта нужен блок я решил заодно сразу записать видео урок чтобы вам также было полезно все что вам нужно это просто повторять мои действия и тогда концу данного урока у вас также будет свой личный сайт где вы сможете размещать информацию самое главное заявить о себе в интернете я так делаю с 2010 года когда сделал свой первый блок стас быков точка ру можете зайти ссылка него также будет в описании посмотреть мне нужна версия сайта которая более облегченная и нет отвлекающих элементов будем использовать движок ворпресс он бесплатный также есть тема вот твенти сейчас мы посмотрим как она выглядит она также бесплатная то есть здесь ничего лишнего видите то есть сейчас в интернете все уходит в минимализм потому что вот эти баннеры они уже всем надоели и знаете так как у людей очень много социальных сетей нужно сделать одну площадку куда они могут зайти и увидеть весь ваш контент это будет полезно для ваших клиентов для ваших фанатов подписчиков да если вы видеоблогер поэтому я рекомендую просто вам создавать сайты но давайте тогда начнем для того чтобы нам создать сайт на ворпресс нам конечно нужно его скачать заходим на официальный сайт ворпресс можете в яндексе набрать или я ссылку оставлю также в описании нажимаем получить ворпресс скачать версию 523 но на сегодняшний день вот на 18 сентября версии 523 конечно они постоянно обновляются то есть то есть здесь не критично если в то время когда вы будете скачивать у вас будет другая версия и так 12 и 3 мегабайта весит данный движок все скачался нажимаем показать в папке давайте я его сделаю сразу на рабочий стол чтобы вам было видно вот здесь находится давайте его разархивируем и посмотрим какие там есть файлы то есть это бесплатный движок можете спокойно им пользоваться вот мы папку разархивировали и открываю ее видим ворпресс и далее здесь файлы как раз этого движка здесь есть установщик то есть вам не нужно переживать ничего программировать не надо теперь нам эти все файлы нужно загрузить в корень сайта для этого открываем файл зилу и подключаемся хостингу я уже в прошлом видео говорил какой хостинг я использую я сейчас перешел на самый современный хостинг серверов в дс на здесь в чем преимущество по моим помимо того что очень мощное оборудование и за маленькие деньги так еще и посудочная тарификация то есть вот у меня вот этот сервер на за 498 рублей в месяц на 2 гигабайта оперативной памяти двухъядерный процессор то есть очень большой поток трафика он сможет выдержать это для больших проектов если у вас только начинающий вы можете рассмотреть на 249 рублей или на 59 причем по промокоду стас быков вы получаете 50 процентов скидку на оплату первого месяца поэтому попользоваться можно если вам нужен пример сайт на 10 дней то вы можете это сделать потому что здесь внесли оплату на 10 дней и все пользуйтесь настраивайте рекламу для своего естественно проекта или рекламной кампании и так после того как вы зарегистрировались вы попадаете в личный кабинет здесь нажимаете создать сервер вот у меня создан после создания сервера вам нужно установить туда панель управления вы выбираете веста сипи то есть смотрите создать сервер далее здесь панель управления выбираете веста и далее выбирайте тариф который вам нужен вот минимальный 2 рубля в день или вот который я использую 1690 далее выбирайте дата-центр вот есть в москве защита дидос атак есть амстердаме ну и нажимаете создать далее вам на почту придут уже данные которые вы можете использовать чтобы зайти в панель веста вот смотрите я сейчас в ней нахожусь и также эти данные вы вводите файл зилу то есть ftp клиент для того чтобы вы могли закачивать файлы на ваш хостинг кстати я говорю здесь вы арендуете не просто хостинг вы здесь арендуете виртуальный сервер то есть это прям целая система и здесь у вас выделенный ip адрес здесь вас никто не побеспокоит потому что на данном сервере будет находиться только ваш сайт или ваши сайты кто не знает обычно когда вы арендуете у простых хостинг провайдеров да то на одном ip адресе может быть 500 или 1000 сайтов это очень плохо если один сайт дидосе да то может упасть прямо вся ветка сайтов это совсем не безопасно итак открываем здесь рабочий стол переходим вот ворпресс файлы а здесь мы вводим хост то есть мы здесь вводим айпи вашего хостинга имя пользователя а пароль конечно у каждого будет свой и хост вот этой пишник он тоже будет у каждого свой нажимаем быстрое соединение в новой вкладке окей и так вот мы попали на наш хостинг сейчас здесь мы переходим в папку web давайте так перемещу и здесь у нас как раз находится вот мои два аккаунта два моих сайта то есть видите быков ru точка ру и вот этот у меня тестовая для прошлого урока показывал если у вас есть свой домен то вы можете его сюда перенести это делается очень просто здесь в переходите в домены далее в dns и добавить домен то есть если вы покупали у другого регистратора вы можете сюда перетащить как я как раз и сделал ведь вот быков ru точка ру я просто очень давно его покупал на тут domains и я его просто сюда перетащил если хотите заморачиваться dns тогда переходите в вкладку домены и нажимаете зарегистрировать домен здесь вводите имя домена по стоимости в зоне ru 179 рублей в рф 179 ком тысячи рублей но в зоне ru я думаю вам как раз подойдет создаете персону и нажимаете создать все домен у вас привяжется далее переходите весту здесь вам нужно создать также будет сайт то есть нажимаете добавить домен и здесь его просто уже вводите и кстати привязывайте вот к ип адрес вашего сервера поддержка dns также оставляйте поддержка почты также можете нажать дополнительно я рекомендую поддержку прокси также оставить и ssl сертификата поддержка let's тоже включайте это бесплатные сертификаты для вашего сайта ну и можно еще активировать статистику но в принципе можете здесь не включать потому что в дальнейших видео уроках мы будем обучаться как подключать яндекс метрику потому что я для своего проекта это точно буду делать так ну что все у нас домен мы подключили после того как вы его переводите с другого регистратора или регистрируйте здесь течение суток он может быть не активен то есть я вот это зарегистрировал но перенаправил и я ждал сутки пока он привяжется к моему серверу поэтому очень важен этот момент обратите внимание так ну что все давайте теперь будем вот эти файлы все перетаскивать в сайт быков ru точка ру здесь есть уже каталоги нам нужно открыть паблик html и вот этот файл вот это индекс html это как раз посадочная страница которую вы здесь видите мы можем ее или удалить или переименовать но я рекомендую вам просто переименовать и здесь теперь выделяем все все файлы в левой части вот наши файлы движка и перетаскиваем в правую часть мышкой все пошло смотрите 1800 файлов сейчас они перекачаются на наш хостинг и далее мы просто здесь вот нажмем enter и начнется установка движка на наш хостинг так все файлы у нас перекачались теперь переходим на наш сайт как раз если вы домен еще не подключили то вы можете переходить вот по этому адресу смотрите здесь есть временный адрес бесплатный третьего уровня это у меня который первый сайт тестовый да вы также можете на него устанавливать без проблем вот в прошлом видео уроке я сделал лендинг вместе с вами показал как это делается без знания программирования в течение 10 минут то есть вот такой лендинг я сделал и он доступен по бесплатному домену поэтому без проблем также тоже можно пользоваться и так переходим нажимаем enter сейчас у нас подгружаются файлы движка первичная установка идет видите добро пожаловать в wordpress нажимаем вперед и так имя базы данных имя пользователя здесь нужно все это вводить для этого переходим в нашу весту далее здесь даты бейс вот база данных нажимаем добавить базу данных пишем название базы например wordpress блок стас быков давайте вот такую сделаем и у нас получается вот такое имя админ нижняя черта и в п блок сп это я только что придумал вы можете придумывать свое имя естественно далее нам нужно добавить пользователя но я добавляю точно такое же как и имя базы данных далее сгенерировать пароль тип базы данных mysql вставляем сервер localhost кодировка utf 8 все нажимаем добавить самое главное запишите себе пароль от базы данных здесь же можем открыть май админ то есть для управления с базы данных но сейчас пока нам это не нужно то есть переходим снова даты бейс и видим наша база данных создана она пока пустая для этого чтобы ее наполнить базы данных от ворпресса мы здесь вводим наши данные то есть имя базы данных далее вводим пароль и еще и не забываем ввести имя пользователя у нас они одинаковые напоминаю localhost сервер базы данных так и оставляем далее нажимаем отправить все в порядке вы успешно прошли эту часть установки ведь здесь все автоматизировано и тем более я объясняю ну просто вот каждую мелочь я думаю вам здесь понятно всегда поставьте лайк далее нажимаем запустить установку пишем название сайта ну так как это мой блог личный будет пишу стас быков имя пользователя стас быков это все данные обязательно записывайте себе чтобы их не потерять надежный пароль обязательно и здесь можно ввести e-mail давайте я вину свой так далее мы можем активировать видимость для всех поисковых систем здесь можно это отключить то есть попросить поисковой системы не индексировать сайт но нам это не нужно мы хотим чтобы наш сайт на брод продвигался в интернете все здесь предустановки готовы нажимаем установить ворпресс можем сохранить принципе данное все установлено наш сайт готов но вот смотрите я вам прям от и до показал теперь нажимаем войти здесь вводим как раз те данные которые мы для админки придумали с вами только что буквально вот пароль сохранили запомнить меня нажимаем войти все мы в админ консоли это управление сайтом давайте зайдем теперь на сам сайт вот быков ru точка ру оля все готово вы видели что вот этот шаблон установился по умолчанию ну что он сейчас там встроен и да вот это стоит я думаю это как раз он потому что внешне очень похож но здесь дальше нам остается просто его наполнять продумать какие-нибудь разделы какие-то модули подключить она в принципе уже все работает смотрите то есть вы можете запись далее добавить новую и здесь я пишу первая запись привет видите все очень удобно визуальный прямо редактор добавить блок добавить изображение галерею можем добавить абзац аудио добавить то есть вы видите это очень просто вот движок ворпресс он обновился и он стал очень крутым здесь даже без знания программирования мало того что можно установить себе сервер запустить на нем хостинг и установить движок сайта так еще и управлять самим сайтом очень просто то есть здесь вы выбираете и благодаря визуальному редактору вы все это можете сделать изображение аудио абзац заголовок галерею список какой-нибудь сделать и далее нажимаем опубликовать все смотрите сейчас переходим на сайт вот первая запись вот у нас как раз аудио мы вставили привет здесь есть автор дата публикации рубрики отзывы и комментарии все это можно здесь оставлять ну что если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях ниже мы в следующих уроках будем его наполнять подключать какие-нибудь модули полезные подключать статистику и вообще продвигать сайт поэтому ставьте лайки кто меня первый раз смотрит подписывайтесь обязательно на канал здесь будет серия роликов по разработкам сайта по продвижению по дизайну все это будет впереди с вами сегодня был стас быков до новых встреч пока пока